добрый день в этом ролике я расскажу вам про лендинги по странице лендингов и про весь функционал который у нас есть на этой странице так что такое лендинг лендинг это промежуточная страница между источником трафика и оффером конечным то есть конечный оффер может быть виде приложения виде какой-то формы регистрации какого-то сайта и всего того что за что нам платят за конверсию то есть конверсия это на оффере а лендинг это промежуточная страница которая пытается убедить пользователя этот оффер приобрести либо зарегистрироваться или установить приложение оформить подписку что-то в общем сделать и соответственно арбитражники и байеры тестит очень большое количество лендингов пытаясь найти наилучший подход к продвижению каждого оффера и конверсия может увеличиваться в разы то есть можно найти более подходящий лендинг для оффера который увеличит конверсию в три раза то есть это одна из лучших методик увеличения конверсии оптимизации компании при этом трафик наш не увеличить не уменьшается если сужать таргетинг например остается на прежнем уровне только с большим профитом так каждая строчка на этой странице это отдельный лендинг раньше лендинги в старых трекер указывались просто урлом и все и не было никакого функционала и каждый раз заводя компанию новую нужно было эти урлы вспоминать заново добавлять и так далее это было очень удобно потом догадались все лендинги держать сохраненном виде в треке то есть каждая строчка это отдельный урл либо интегрированный лендинг в самом продукте чтобы создать новый лендинг нам нужно нажать кнопку create откроется простое окошечко где нам нужно указать имя лендинга урл то есть если он там на каком-то отдельном сервере просто указываем путь до него также можно использовать в урле токены например если урле будет девайс name то трекер автоматически заменит все токены такого плана на имя устройства это нужно для того чтобы на самом лендинге можно было вывести это имя либо например город выводим город на лендинге и можно написать что-то в стиле специальное приложение для петербурга и это немножко может увеличить конверсию хотя это очень старый поем наверно все уже к этому привыкли также есть группа лендингов так удобнее управлять ими просто потому что может быть тысячи лендингов под разные вертикали разные направления и чтобы их как-то организовать есть группа то же самое языки языков очень много лендинги обычно переводят на минимум там пять языков если работать по всему миру и тоже чтобы в одну кучу их не смешивать можно установить язык следующий пункт offers это количество офферов на лендинге если там используется мультиоферность что это такое это когда например с одной картинки или с одной кнопки на лендинга нужно отправить пользователя на первый оффер с другой кнопки на второй оффер стоите кнопки на третий оффер например там розыгрыш не знаю телефонов и нужно выбрать какой телефон вам нужно хотите выиграть и относительно того на какой вы жмякнете вы попадете на разные офферы по разным телефонам вот это многим требуется lp protect эта штука просто код который можно скопировать и вставить на свой лендинг где-нибудь внизу и он защищает вас от прямых заходов то есть если ваш уру возьмет модератор и просто без трекера по нему перейдет то у него вот пустая страница он следит за тем чтобы трафик весь прошел через трекер то есть если идет клик через трекер он записывает там куки и так далее и он проверяет их открывай лендинг если их нет значит трафик пойму и значит какой-то модератор или какой-нибудь конкурент который пытается на спать и так далее и он закрывает лендинг следующая кнопка это импорт она нужна для добавления большого количества лендингов например из другого трекера либо просто человек заливает на сервер сразу там несколько десятков сделанных им лендингов ему нужно не каждый раз нажимать create или клонировать а просто создать несколько строчек и сразу нажать импорт и они все добавятся ничего здесь сложного нет также имя урл группа язык количество офферов поэтому начиная с группы можно не указывать то есть достаточно имени и урл далее граббер лендингов о нем будет отдельное видео я могу только кратко сказать для чего он нужен очень часто задачи арбитражников это следить за чужими лендингами копировать их сохранять себе тестить подходы и так далее и вы решили сделать фичу которая это делает автоматическом режиме раньше люди просто сохраняли страницу учащали код пытались убрать все лишнее и так далее и мы сделали им помощь в этом то есть сюда можно добавить урл имя лендинга также язык группу и дополнительные настройки можно добавлять код в конце или в начале выбирать расширение файла и так далее можно заменять ссылки все на офферные очистить код очень удобно также можно не один урл использовать а сразу несколько то есть если просто из пайс-сервисов накопировали урлов штук 20 например и трекер может их сграбить массово то есть не нужно каждую страницу открывать сохранять и так далее также в имени можно использовать макросы например макрос n очень полезный он нужен для того чтобы лендинги назывались например там 1 с цифрой 1 2 3 4 5 и так далее то есть там дейтинг 1 дейтинг 2 дейтинг 3 чтобы не назывались теми же именами или например время дата и так далее не очень красивые имена но также можно вывести рандомные числа рандомное время и так далее вот далее это редактирование здесь в принципе все то же самое как и в создании разве что добавляются кнопки код и ноут ноут это заметки а код это код лендинга об этом я чуть позже расскажу следующая кнопка это кнопка клон она создает точно такой же лендинг и открывает его настройки чтобы можно было что-то изменить например имя и сохранить лендинг вот он сохраняется и чтобы удобно было создавать несколько лендингов эта функция очень удобна следующая кнопка это код если есть в типе доступ к серверу где хранится лендинг либо лендинг хранится на том же сервере где хранится трекер что обычно и бывает очень удобно сразу из трекера получать код лендинга и править его потому что раньше бы нам приходилось лезть в ftp клиент коннектиться что-то искать по папкам и файлам сервера этот лендинг редактировать сохранять и так далее здесь в два клика можно открыть подкорректировать сохранить очень удобная функция также есть заметки здесь можно какие-то записи ввести откуда взяли трекер лендинг какой результат он показывает и все-все-все прочее следующая кнопка delete но это простое удаление ничего такого csv это скачивание всей страницы в формате csv это нужно для того чтобы какой-то пост обработки данных можно засунуть в excel или в какие-то другие программы и обрабатывать каким-то образом следующая кнопка info которая открывает отдельную вторую страницу лендингов сейчас я расскажу вам о каждой строчке все строчки метрики в принципе похожи на страницу компанию если вы смотрели то есть те же клики те же лиды cr revenue cost все то же самое в принципе соответственно каждая строчка показывает сколько кликов было по всему трекеру за какой-то период времени вот лиды показывают лиды конверсия конверсия и pc и cpc все то же самое то есть это выручка на клик cost на клик общая выручка общий cost profit ROI то есть можно по всему трекеру увидеть например общий ROI определенного лендинга то есть например у вас есть куча компаний с тремя лендингами и в каждой компании у вас есть определенная статистика по этим лендингам и где-то один идет лучше другой хуже на общей странице мы можем увидеть как бы единый сплит тест по всему объему трафику и это может тоже нас навести на некоторые мысли особенно когда не хватает статистики по конкретной компании то есть мы можем дополнить ее общей статистикой по всем компаниям и увидеть какой лендинг самый эффективный также здесь есть метрика lpctr lpctr показывает сколько кликов ушло с лендинга на оффер не ушло вообще в браузер и так далее или в поиск обратно а ушло именно на оффер то есть это в принципе показывает заинтересованность пользователя которых нам пришел в предложение и это косвенная метрика которая тоже может помочь рассчитывается очень просто это количество ушедших с лендинга на оффер делится на количество пришедших на лендинг и умножается там на сто процентов далее правая часть вполне стандартная как на странице компании здесь есть поиск по имени лендинга здесь можно вывести активные лендинги то есть неудаленные можно вывести например удаленные лендинги чтобы его восстановить с помощью кнопки restore можно вывести все лендинги удаленные и неудаленные можно вывести лендинги только с трафиком это очень удобно когда у нас в трекере сохранено город лендингов и работаем мы например только с 20 на которые идет трафик а все остальные нам не надо то есть они не актуальны если мы выберем полное время за сегодня кликов не было то он выведет нам только лендинги с кликами в каждой колонке соответственно мы можем отсортировать например порой увидим плавный градиент потому что цвет строчки зависит от роя следующий select это группа можем выбрать какую-то группу например сегодня понедельник и мы работаем только сои офферами и и либо с инсталлами и мы выбираем эту группу и работаем только с ним причем если мы будем переходить на другие стр страницы то эта группа сохранится что очень важно иначе нам пришлось бы после перехода снова ее выбирать пользователи часто переходят на разные страницы следующая группировка это язык то есть в принципе то же самое если мы работаем сейчас только с английским мы можем вывести все лендинги только с английским и занимаемся например обновлением текстов на английском язык у нас указан справа сереньким справа от имени лендинга чтобы сразу было видно ну и таймфрейм то есть мы можем вывести за сегодня за вчера за неделю за последние два дня за последние семь дней за 14 за месяц в прошлом месяце и так далее также можем вывести за кастом кастомные даты например там за несколько недель определенного месяца также мы можем изменить часовой пояс что бывает удобно чтобы свериться с каким-нибудь источником трафика или с офферной сетью которая может быть совершенно разные часовые пояса кроме этого есть кастом тайм где мы кроме того что выбираем дату мы можем выбирать еще и время но это для каких-то уже точных запросов статистики применяется не очень часто обычно все смотрят за сегодня за вчера за весь период так и страница инфо здесь кроме основных метрик есть ссылки потому что очень бывает полезно найти лендинг именно по урлу а не по названию название может забыться а урл можно посмотреть в источнике трафика например или еще где-то клики за последний час как в компаниях лиды за последний час профит за последний час последний лид все то же самое клики и так далее также есть внизу в нижнем левом углу такая иконка нажав на нее открывается окно настройки колонок здесь мы можем например какие-то колонки включить какие-то выключить например нам нужны lp views lp clicks а lp ctr нам не нужен и сразу пересовывается табличка и все видно прекрасно либо вообще повыключать все ненужные колонки чтобы разгрузить данные таблицы то есть таблицы становятся меньше и проще анализировать цифры кроме того мы можем включить какие-то особенные колонки они называются кастомными и настраиваются по формуле по ним будет отдельное видео вот например bots и scrolls это процент ботов по скрипту который расположен на лендинге который вычисляет ботов в браузере и по скроллу процент скроллов это если пользователь лендинг поскроллил если лендинг большой то гипотетически кажется что он настоящий пользователь а не бот то есть по этим факторам тоже можно например оптимизировать трафик по паблишерам смотреть где скроллов например вовсе нет то значит там ботов скорее всего очень много либо оптимизировать лендинги смотреть если человек скроллит лендинг значит он ему например интересен больше чем другой лендинг который не скроллит также также можно добавить кастом колонку здесь имя формула разные токены разные настройки но об этом я позже расскажу также есть групповая работа с лендингами например выбираем три лендинга нажимаем кнопку edit и мы можем например изменить домен у всех лендингов это очень удобно когда домен лендинга банится например google и мы не можем покупать рекламу на этот лендинг либо банится хромом и просто пользователь не увидит этот лендинг и наш трекер умеет все это проверять и соответственно выдавать красный али строчки если лендинг забанен и чтобы например изменить домены кучу кучу лендингов мы нажимаем групповое редактирование вбиваем новый домен сохраняем и во всех урлах старые домены заменяются на новые также если нам нужно изменить массовую группу тоже мы можем выбрать другую группу например facebook и смотрим что у нас изменилось чтобы выбрать несколько строчек нам нужно нажимать не на сами строчки а на чекбоксы слева они не слишком заметны но если присмотреться вы их найдете также можно выбрать например все строчки кроме домена и групп можно менять языки соответственно то же самое так ну я прошелся по всем элементам управления и в принципе дополнить мне это нечем да до свидания до свидания до свидания и до свидания я